Это вокзал, это поезд, а это я. И сейчас мы на этом поезде... Чух-чух. Отдыхаем. Это мой скейт, это пенни, это Данил, это маршрутка поехала. А это снова я. И сейчас я нахожусь не в Киеве, а в своём родном городе, в городе Мелитополь. И сегодня, ребят, будет просто офигенный влог, будет много всего интересного. Я, короче, вместе с этим чувачком буду ходить сегодня по Мелитополю и показывать вам... Ах да, надо на себя камеру поставить. И показывать вам места, где я впервые начинал кататься на доске. И покажу вам, что в скейтбординге можно добиться многого, даже если ты не катаешь в скейтпарках или ты живёшь в маленьком городе. Потому что здесь нет нормального асфальта, мрамора и тому подобного. Тут просто есть вот такая вот плитка и, мягко говоря, ужасный асфальт. Ладно, ребят, давайте не будем о плохом, потому что я сейчас нахожусь на одном очень легендарном споте для меня. Потому что здесь я впервые поставил оли, кикфлип, впервые проскользил на рейле и впервые сиганул с какой-то высоты. И сейчас вы всё увидите. Берём досточку. И вот это всё, ребят, мой самый первый флет, на котором я учился всем своим базовым трюкам. И сломал здесь свои первые две доски. Это рейл, вот это всё, на котором я в первый раз проскользил. Это было очень сложно и очень долго пытался делать этот грин тупой. Потому что с одной стороны вот такой вот уезд, а с другой вот этот. И не очень это всё удобно. И, кстати, смотрите, тут даже до сих пор остался синенький прикольчик от моей доски с акулой. Помнишь, у меня была доска с акулой, Данил? Вот, да. Блин, прикольно. Вот это вот, короче, ребят, я обкатал вот эту штучку очень давно. И это очень круто. И, кстати, сегодня мне Данил даст прокатиться на вот этой вот штучке фиолетовой. И я думаю, получится на нём сделать что-нибудь интересное. Но посмотрим, потому что я на него сегодня стал, и это было очень уныло. Только что я нашёл себе оператора, который сейчас меня снимает. И мои руки, наконец-то, свободны. Я не в тюряге, я без наручников и без камеры. Чувак, иди сюда, иди поближе, 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 поближе. Смотрите, ребят, наведено вот это вот. Это вот это вот всё. Первое место, на котором я впервые сиганул и упал, а потом встал. Так, ладно, ребят, я что-то вообще не в тему говорю, поэтому смотрите. Этот парапет, на котором я впервые сиганул, у этого парапета состояние уже очень плачебное. Вот это всё ломается. Но я попробую сейчас поделать с него трючки, ну и со всего того, что вот здесь есть. Проверим, насколько я улучшил свой скилл в катании или же ухудшил. Потому что на плитке катать это какой-то ад. Посмотрите на вот это вот. Что это такое? Вот кто это сделал? Кто вот это сделал? Это не я. На парапете, ребят, мы закончили, потому что когда я еду, плитка сразу разламывается. Помните, где-то минуту назад, ну, минуту назад в видео, я рассказывал вам про ужасный асфальт в городе? Вот он. Вот как по нему ехать. Ох, как круто, да? Просто сейчас мы с Данилом собираемся направляться на следующий спот, который... Вон он, его отсюда видно. И там я впервые сделал Олли и попшовица ступени. Это, так сказать, мои первые четыре ступеньки, которые я покорил. И это было около пяти лет назад. И вот спустя секунду я на своём самом первом гэпе вот эти четыре ступеньки. Вы не представляете, как я учился здесь делать Олли с них. Это было реально незабываемо. Я, короче, брал на коленники дома, одевал их под джинсы и пытался прыгать, потому что мне было страшно, что я нафиг сломаю себе колени. Но я их не сломал, потому что я ж красавчик. Ну, а теперь я сделаю не только Олли с этих ступеней, потому что надо показать себя в лучшей стороне, потому что, блин... Ну, потому что, блин... Дело было так. Я, короче, встаю, а она мне говорит привет. А я говорю ей пока. Она потом мне говорит привет, а я пока. Сейчас уже второй день моего путешествия в Мелитополь. И я сейчас нахожусь снова на площади, потому что вчера я тут поделал трюки. Но я не снял нормально всё, потому что я сюда приехал не совсем покулять, а скорее к бабушке. И поэтому у меня не сильно много времени на то, чтобы покатать и поделать трюки. Но сейчас, в принципе, у меня есть свободное время. Я поделаю сегодня снова тут немножко трючков. Поделаю трючки на вот этом пенни-борде. И, кстати, ребят, не берите новую коллекцию до Сокрывол. Ни в коем случае. Смотрите. У меня вот здесь уже трещина. Приземлил вчера Big Spin Flip. Трещина пошла очень жёстко. И посмотрите, как доска сыпется. Это, мать вашу, 2016 год. Новая коллекция свежая, понимаете? Сплошные трещины жёсткие. Доска разваливается сильнее, чем у чувака, который здесь катает очень хорошо, Олег. И у него доска 2013 года Revol. Но она вообще не сыпется по сравнению с моей, которая 2016 года. Покупать доску за косарь. И она сыпется через две недели. И мне чувак подогнал новые тапочки. Теперь у меня тапки Hav. Не то, что те Адики. Эти уже реально офигенно чешут по наждаку. Буду сегодня их испытывать. Вчера я, конечно, их уже немножко испытал. Но неважно. Сегодня я их испытаю по-нормальному. И, кстати, да, ребят, я вам не рассказал за ДК Шевченко. Вот это вот всё, это ДК Шевченко. Это спот, на котором я всю жизнь катал, в основном, когда уже подрос. Потому что раньше, когда я был маленький, я катал на Модусе. Это то, где вы видели сразу там парапет и рейл, вот этот вот заборчик. Это было, так сказать, место для катания в моём детстве. А когда я уже подрос, меня родители стали отпускать дальше. Я ездил сюда на площадь и катался здесь. И, как вы видите, тут вот такая вот стыковая плитка. Всё очень жёстко. В общем, чуваки, сейчас вы видите трюки на доске. И, конечно же, на круизере или пенни-борде. Но сейчас, короче, будет врублена музычка для вас. И мои трючки. И, возможно, его трючки. Нет. Ну, нет так нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну и вот таким вот получился мой тур в Мелитополь. Я надеюсь, он вам понравился. И, к сожалению, некоторые файлы мне не удалось показать вам, потому что они почему-то исчезли с камеры. Карта памяти почему-то это не сняла, походу. Ну, ладно. Главное, что сохранилось. Самое основное, что я очень сильно хотел вам показать. И надеюсь, что вам это всё понравилось. И, кстати, ребят, я вот подстригся. У меня уже другая прическа немного. Правда, я сейчас немного выгляжу как даун, потому что я очень убит. И с университета пришёл, потому что сегодня 1 сентября. И я очень устал, так сказать. И, кстати, ребят, смотрите. У меня появились вот эти вот Vents Old School и прошки для катания. И я хочу спросить у вас. Вы хотите увидеть на них шус-обзор? Вот как я делал на Nike SB Eric Koston. Так вот и на них. Я надеюсь, что вы захотите, потому что я очень хочу вам о них рассказать. Но мне очень важно ещё узнать ваше мнение. Ну, ладно, ребят. Этот влог подходит к концу. И я надеюсь, что он вам понравился. И если это так, то ставьте большие пальцы вверх. И это было видео на канале Владос. Конечно же, как всегда, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok